Презентация экономического и инвестиционного потенциала юго-восточного региона Беларуси, демонстрация его особенностей и традиций. Сегодня завершилась самая масштабная международная выставка области «Весна в Гомеле». В этом году она была подчинена общей концепции «Гомельская область – ваш партнер». О том, что было самым интересным для инвесторов, гостей и бизнесменов, а также горожан – сюжет Марины Жалы. Все хотелось рассмотреть, потрогать и попробовать. «Весна в Гомеле» получилась роскошной, насыщенной, интересной и очень яркой. Знакомство с международной выставкой, которая на этот раз расположилась во дворце легкой атлетики, начиналось на открытых площадках. Целую улицу на четыре дня отдали ремесленникам. Работы самобытных творцов из дерева, камня, глины, других природных материалов можно было рассматривать бесконечно. Идея очень хорошая, потому что все-таки вот мы участвуем на День города, всего лишь один день, и люди не успевают. А вот когда это несколько дней, вот все-таки люди успевают пройтись, погулять. Открытием на эти теплые майские дни импровизированного города мастеров были довольны и ремесленники, и горожане. «Такая красота, я не могу налюбоваться этим, я не могу оторваться». И такое воодушевленное настроение наблюдалось у каждого участника и посетителя выставки. Но самый, пожалуй, эмоциональный для всех момент – перерезание красной ленты. С этого мгновения весна в Гомеле объявила о торжественном вступлении в свои права. Вокруг дворца машиностроительная техника и новинки серии легкового автопрома. Был представлен даже электромобиль. К нему особый интерес. А в это время на внутренних площадках – презентации производственного потенциала белорусских и зарубежных предприятий и компаний. «Это первый раз я тут в Гомеле на этой выставке. Мы о ней услышали в прошлой неделе, бывая в Витебске, то есть в Витебском форуме. И вот я сейчас приехал сюда посмотреть, какие компании, что производят, чем они могли быть полезны вам». Некоторые участники на выставке не впервые. Например, директор брянского частного предприятия Галина Галактионова. Для нее возможности, которые открывают присутствие на выставке, несомненные. «Допустим, производитель заранее готовится к выставке, то мне кажется, на выставках вообще можно достичь уже конкретных соглашений. То есть такие выставки нужны, они должны проводиться. Это очень положительно и влияет на любой бизнес». По соседству – стенд вьетнамского посольства. Здесь чай, кофе, соусы, орехи и еще много вкусного. «Чипсы у нас ассоциируются традиционно с вредной едой. Мы себя ограничиваем в такой пище. А оказывается, чипсы могут быть полезными. Вот это рисовые чипсы. Нам сейчас расскажут, из чего они состоят». «Вот эти чипсы из рисовой мукой и кокосовый сок. Это просто готовят очень. И даже дети, они могут готовить. И нравится очень». «То есть это могут и дети приготовить, и съесть без вреда для своего здоровья». «Да». Познакомиться с новыми вкусами предлагали не только зарубежные, но и белорусские производители. Вот это просто мечта сладкоежек – фонтан из белого шоколада. Представители кондитерского предприятия предлагали его в оригинальном сочетании. «Здесь проходит необычная дегустация для настоящих гурманов. Оказывается, пастилу можно попробовать не в чистом виде, а искупать ее в настоящем фонтане из белого шоколада». «Сейчас узнаем, вкусно ли так. Очень вкусно. Я советую попробовать». Кстати, среди посетителей выставки были группы даже из детского сада. Педагоги считают, что знакомство детей с предприятиями очень расширяет их кругозор. «Наши дошкольники, посещающие учреждения, имеют нарушение речи. И для того, чтобы обогащать их словарный запас, для того, чтобы они могли иметь представление, для того, чтобы они знали о богатствах наших предприятий, о том, что они выпускают, безусловно, они должны все это увидеть, потрогать». Все площадки дворца заняты по максимуму. С каждым годом растет не только количество участников. Более информативными и современными становятся презентационные стенды. Здесь же проходят деловые переговоры, завязываются перспективные знакомства, происходит обмен важной и взаимовыгодной информацией. Партнерские отношения на таких выставках формируются быстро и без посредников. «Самая главная задача, которую мы ставим себе вот здесь, на деловой площадке, это, конечно, организация большинства деловых встреч. Задача Гомельского отделения, торгово-промышленной палаты – привлечение бизнеса. Это самая главная задача, и для этого мы делаем такое мероприятие». Сколько будет подписано договоров, какие деловые знакомства будут иметь продолжение, станет известно спустя время. Но по атмосфере выставки было понятно, что ее результаты обязательно оправдают самые смелые ожидания. Гомельская область получит новых инвесторов и бизнес-партнеров, а зарубежные компании – надежных компаньонов. Марина Джала, Игорь Морищенко, Новости недели.